На самом деле очень дорогое для всех нас заявление проекта «Хочу жить». Мне вообще этот проект страшно нравится, всегда нравился. Я всегда говорила, что если уж в конце концов вам не удалось сбежать из военкомата, если вы в конце концов попали на фронт, скачивайте бот «Хочу жить» и идите сдаваться. Очень полезная вещь. Ну а сейчас, когда вот этот проект «Хочу жить» объявил о программе возможного обмения украинских коллаборантов на российских политзаключенных, я хочу сказать, что это вообще первое официальное, потому что проект «Хочу жить» — это проект генштаба ЗСУ, и его комментируют, собственно, представители разведки, например, что это первое официальное признание украинской стороной государственной. Не про то, что есть хорошие русские, да, бомбы с ними со всеми, а про то, что все-таки в России есть люди, которые жертвуют собой, своей свободой, чтобы это остановить. Что, конечно, ров с крокодилами — вещь хорошая, но внутри рва с крокодилами все-таки есть люди, которые должны и могут и сделали это противостоять. Вот знаете, Ольга, у нас достаточно неоднозначно, конечно, восприняли эту инициативу, и много вопросов возникает. Еще после увиденного нами фильма один из украинских журналистов-ведущих снял и показал там более двухчасовой фильм Дмитрия Гордона «Как живут российские военнопленные». Ну, не просто как в лучшие времена детских лагерей, оккупированного россиянами же Крыма. Там они в церкву ходят, какую хотят, и еда у них, прекрасные одежды, условия проживания, холодильнички есть, играть они могут, работать. Ну, просто на фоне того, что делает Россия с нашими военнопленными, это, конечно, вообще несопоставимо. Плюс эта инициатива. А в чем вот ее плюсы и как переубедить можно тех, кто вот неоднозначно такое воспринимает и не понимает такого отношения к убийцам, которые пришли на нашу землю? Ну, потому что Украина и украинцы — это цивилизованное государство, где соблюдаются все конвенции гуманного отношения к военнопленным. А Россия — не цивилизованное государство, где все это не соблюдается. Украина имеет полное право на возмездие. И я уверена, что это возмездие будет. Но возмездие и милость к падшим, ну, это следует одно за другим. Я думаю, что Украина не хочет, да и не может. Не может в силу своей ментальности, в силу своей вписанности в цивилизованный мир. Не хочет видеть никаких своих чиновников или военных на скамье подсудимых в ООН, где есть суд, или в Гааге за совершение военных преступлений. Я думаю, что этого не будет никогда. Вы знаете, когда ведь нам Пригожин, прежде всего, когда он еще был на войне, показывал кадры, которые так и не были установлены, где же это было, когда в прямом эфире, помните, украинский парень, солдат, курил, и его просто в прямом эфире. Он сказал «Слава Украине!» и просто был за... И вот все эти кадры, все эти, которых мы, конечно, все помним, они к чему, собственно, производятся, к чему они показываются? Чтобы возбудить в украинцах именно это, нечеловеческое, то, что присущее, к огромному сожалению, россиянам, практически, если уж поголовно. И с тем, чтобы заставить украинцев делать именно это. Око за око, зуб за зуб, и перестать быть цивилизованной страной. И тут есть абсолютно рациональный расчет. Вот если когда-нибудь плывет пару кадров, что украинские солдаты делают такое с русскими военнопленными, тут же встанет вопрос сморщенных носиков. А зачем же мы такой стране поставляем F-16? А зачем же мы туда поставляем хаймарсы? И так далее, и так далее. Давайте не будем... Смотрите, они дикари, они не соблюдают конвенции. И то, что... Я понимаю, сколько нужно душевных сил, сколько нужно моральной выдержки не делать этого, не делать око за око. Представляете, сколько это нужно? Это нужно. Да, даже представить не могу, честно говоря. Разные, конечно, мысли иногда посещают. Но, думаю, мы таких кадров и не увидим. Потому что то, что мы видим, конечно, совсем другое. Живут, как на курорте. Ольга, а что сейчас известно? Насколько участились случаи дезертирства среди российских оккупационных войск на фоне весьма успешных наших наступательных действий сейчас, по сути, по всем направлениям? Ну, знаете, я вижу бегство в две стороны. Бегство с оружием в руках назад в Россию и бегство с оружием в руках в плен. Опять же, благодаря программе «Хочу жить». И вы знаете, вот насчет условий. Совсем недавно у нас был в России большой сюжет. И он, главное, вышел благодаря нашим западным коллегам. Оказывается, недавно были обменены бывшие заключенные, которые были в плену в Украине. И они согласились быть обмененными. И несколько десятков заключенных их перевезли в воинскую часть под Москвой. И они сумели сообщить о своем бедственном положении. Что да, там в Украине было все хорошо в плену. А здесь они вернулись. И они говорят, что хуже, чем в тюрьме. Но мне кажется, такие истории тоже очень полезны. Тоже очень и очень полезны. Для сравнения, что называется. Я при этом очень хорошо понимаю Украину и украинцев. Вам наши осужденные, сдавшиеся в плен. Я очень хорошо понимаю. Еще действительно их кормить, поить, за ушками им чесать, показывать Красному Кресту. Пусть домой едут. Они, собственно, и едут. Но вот эта история сравнительная. Вот это сравнение, оно очень полезно. Может быть, у кого-то мозги будут. Ну, хоть у одного человека мозги прояснятся, и то хорошо. Хоть у одного. Поэтому в плен сдаются не менее охотно, чем бегут. При этом бегут. Вы знаете, мне пару дней подряд звонил, я хотел записать, и он пропал. Тоже мобилизованный, который бежал с оружием в руках, дезертировал. И, в общем, передвигался он по стороне довольно спокойно. Но проблема в том, что, да, их ловят, да, они совершают преступления, потому что у них оружие в руках и так далее. Но, вы знаете, судя по тому, что российские власти сейчас как-то по-другому стали реагировать на преступления, совершенные либо бежавшими, либо уже демобилизовавшимися, прежде всего заключенными, которые все больше и больше совершают преступления на территории России, принято все-таки решение начать с этим совсем бороться. Потому что до сих пор таких людей полностью закрывал закон о дискредитации российской армии, о запрете дискредитации, в том числе людей, которые воевали. И все их снялись трогать. Я думаю, что, судя по заявлениям страшного, конечно, главы Совета по правам человека при президенте Валерия Фадеева, а он вообще нос по ветру держит всегда очень хорошо. И он осудил сейчас случаи в Байкальском крае, когда несколько парней избили, так серьезно избили, одноногого инвалиду, который вернулся с войны. И очень быстро распространилась версия, что они при этом кричали «нет войне, слава Украине». Оказалось, что это не так, что это было полностью придумано, потому что в селе, где-то в придорожном кафе, такого быть не могло никак. Оказалось, что это убийца, который сидел за убийство, и угрозу убийством этим троим, собственно, за это ровно и сел, не отсидел, отвоевал, пришел и начал ровно с того же места, на котором он закончил. И просто ему дали отпор. И вот, в конце концов, сейчас на основе этой всей истории, судя по всему, будут какие-то реакции, будут какие-то ужесточения, и начнут, в конце концов, ловить вот этих всех, которые вернулись с войны героями, и будут ловить дезертиров, потому что до сих пор это было, в общем, всем по барабану. Всем по барабану. Нужен уже план повала, прежде всего, выполнять. Нужно, прежде всего, отправлять новых и новых и новых мобилизантов на войну. Кто там сбежал, это уже чье дело-то? Ну, пусть его полиция ловит. А что полиция ловит, что они там, дичали, что ли? Новая ловля управления ФСБ, значит, в частности, по Чувашии, отчиталась о профилактическом мероприятии, они это назвали, в ходе которого 10 мигрантов с российскими паспортами были доставлены военкоматы для постановки на воинский учет. Двухдневный рейд проходил в двух крупнейших городах республики, Чебоксарах и Новочебоксарске, где именно искали мигрантов, не уточняется. Кроме того, стало известно на днях об аналогичном двухдневном рейде, проведенном полицейскими на Софийской овощебазе в Петербурге. И силовики увезли в районный военкомат около 100 мигрантов с российскими паспортами и назвали это новой опцией по соблюдению миграционного законодательства. А что вот это за тенденция такая новая? И какое количество? Там сто, там несколько десятков. Какое количество таким образом могут собрать и отправить тоже на фронт, я так понимаю? Мне кажется, это продолжение по политике с вербовкой заключенных. Берут кого не жалко. И сначала забирают заключенных, их никому не жалко. Теперь забирают мигрантов с российскими паспортами, их не жалко. Но я совершенно не понимаю, почему не ограничиваются только российскими паспортами. Потому что когда брали заключенных и берут заключенных, там не разбирают, у кого какой паспорт. И прекрасно забирали всех и с паспортами и Белоруссии, и Молдовы, и государств Кавказа, и государств Центральной Азии. Никого это не останавливало. А вот история именно с мигрантами, с русскими паспортами, а мне она кажется очень поучительной. Потому что люди приехали на заработки, работали, стремились к лучшей жизни, получили русский паспорт, такую вожделенную мечту, русский паспорт. И оказывается, что русский паспорт – это токсично? Да что вы говорите? Может быть, пора голову включать? Может быть, пора включать голову не только россиянам, но и вот вновь прибывшим россиянам. Может быть, им тоже пора включать голову? И, как мне кажется, в отличие от многих россиян, которым просто некуда уехать от призыва, от мобилизации, от войны, им есть куда уехать. Они могут вернуться в свои страны, они могут отказаться от российского гражданства и принять вновь свое гражданство. Вы знаете, у меня есть знакомая из знакомых, это любопытный случай, семья, очень давно живущая в Швейцарии, и у жены закрыли швейцарский счет. У нее было два паспорта – российский и швейцарский. И, собственно, за наличие российского паспорта, то есть там, конечно, можно разбираться, но это токсичный паспорт сейчас вообще везде во всем мире. Но самое смешное, что она получила его очень недавно. Она была уроженкой Бишкека, это Кыргызстан. И она, конечно, тут же вылетела в Бишкек, отказалась от российского гражданства, вернула назад свое крыгызское гражданство. Слушайте, это делают люди, которые могут себе позволить перелеты из Швейцарии в Бишкек и так далее. Они это делают, потому что русский паспорт токсичный. Ну хорошо, вы сделали ошибку в своей жизни, вы получили это российское гражданство. Ну теперь-то, вот теперь-то, давайте сложим два и два и вернемся к себе на родину, которая не нападает на Украину, на соседнее государство. Не хотите убивать украинцев? Я надеюсь, да, я надеюсь. Есть способ для вас, есть способ для вас, причем оптимальный. Причем этому способу завидовать тысячи, сотни тысяч россиян. У вас есть Розина, а у них ее нет. Если ошибку можно исправить, то вы еще не ошиблись, в принципе. И вот как раз в этом случае можно таки сделать этот шапка. Молодым людям из Санкт-Петербурга, получившим среднее специальное образование, начали приходить смс-очки с требованием явиться в военкомат Московского района. Ну, по крайней мере, такие смс-ки ходили по сети. А что нам известно, они действительно ли могут вот так рассылать вот такие повестки, если это происходит уже в Санкт-Петербурге? То значит ли это, что скоро будут грести не только лишь тех, кого не жалко, а уже всех подряд и дойдет до больших городов? Вы знаете, я сегодня утром очень внимательно слушала разъяснение по этому поводу Сергея Кривенко. Он глава организации гражданин армии. И я очень внимательно слушала его разъяснение. И он говорит, что вот в этом случае, ну, мы не говорим сейчас о праве, о законе, все это, об этом уже бессмысленно говорить, когда речь идет о России, что здесь уже не действует наша старая мантра «не ходи в военкомат, не бери повестку», она уже не работает. Но у него есть, то есть я сейчас обращаюсь ко всем россиянам, у которых есть такая опасность, или они уже получили такие смс-ки, очень легко это нагуглить, Сергей Кривенко, гражданин общества, у них есть инструкция, гражданин армии, гражданин армии общества. Значит, его рекомендации, рекомендации юристов этого совершенно замечательного НКО, наоборот, идти в военкомат. Идти в военкомат с заявлением, что у вас есть убеждения, религиозные, политические, социальные, аэкуминистические, экологические, какие угодно, у вас есть убеждения, и вы не можете исходить из этих убеждений, вы не поддерживаете войну, потому что у вас убеждение. И оставляете это заявление. И в любом случае это заявление, это уже первый шаг к судебному процессу. То есть вас будут призывать, да, вы отправляетесь в суд, потому что у вас убеждение, и вы не можете брать в руки оружие. Все. То есть это пока панацея. Ну да, нужно бороться, нужно будет найти хорошего юриста, адвоката нужно будет найти. Да, это нужно. Нужно предлагать усилия к тому, чтобы не ходить на войну, убивать украинцев. Нужно предлагать к этому усилия. Предлагайте, черт возьми. Сами будете. Предлагайте, да. Если не можете или не хотите уезжать сами, если у вас есть обстоятельства непредалимой силы, если у вас есть, тем более, если у вас есть убеждение, а я надеюсь, что у многих в связи с этим появятся убеждения. Вот не было, а вдруг появились. И пошли, написали, заявили о них в военкомат. Я вас уверяю, в военкомат тоже совершенно неохота набирать людей, которые будут им устраивать пропаганду, в эшелонах, идущих на фронт антивоенно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова